Раскрывала свои чакры на камеру. Московская гадалка пожаловалась полицейским на происки своих конкурентов по темным делам. Проблема у нее вполне земная. Дами навели порчу на ее репутацию. Мол, птичка на хвосте принесла, что зарабатывает медиум не только на своих духовных способностях, но и на физических. Якобы гадалка снималась в фильмах для взрослых. А это никак не вяжется с ее нынешними занятиями. Федор Червяков продолжит тему. У вас очень хорошая линия жизни. Не смотрите на вас. Но это вы мне говорите не потому, что я же не болезнь. Нет, я говорю, потому что я хочу, чтобы каждый мой клиент уходил от меня довольным. Елена Ерлин сетует. Клиентов в последнее время у нее поубавилось. Постоянные ходят, а вот новые не горят желанием узнавать свою судьбу. Говорят о том, что нет, мы к вам не придем, потому что мы читали о вас вот такую вот плохую информацию. Мы боимся. Мы боимся, потому что, ну, скорее всего, вы ненастоящие. О том, что ведьма, как Елена сама себя называет, ненастоящая, начали поговаривать с Майя. Гадалка не стала гадать и полезла в интернет. Нашла сайт с отзывами, где ее называли шарлатанкой. Анонимный пользователь сообщал, что чистит она не карму, а карманы. А другой даже опознал в ней порно-актрису, которая якобы снималась в фильмах для взрослых в Санкт-Петербурге. Вот только Елена утверждает, она ни разу не была в северной столице. А клевета делала рук ее многочисленных конкурентов. О том, что я порно-ведьма, для меня это ужасно, потому что у меня семья, у меня дети. Кому это надо? Ну, в первую очередь, это нужно конкурентам и, конечно, людям, которые хотят заработать на этом. Обрезать негативную нить Елена пыталась по-волшебному, но не вышла. А через несколько дней неизвестные вышли на связь и стали требовать деньги за удаление поручащей информации. Предлагаю 100 долларов. Устраивает? Это мало. Сойдемся на 150. Какие гарантии, что мы вам заплатим и статью действительно удалите? Или через месяц опять ее вернете на сайт? Вам что, расписку написать? Или удаляем насовсем, или сливаем ваши сайты по полной и больше разговаривать не будем? Вот и гадалка разговаривать больше не стала. Когда не помогает волшебство, приходится обращаться за помощью в компетентные органы. На вымогателе Елена уже написала заявление, отнесла его сюда, в Химкинское отделение полиции. Ситуация, мягко говоря, странная. Ведь обычно правоохранителям сыплются жалобы на недобросовестных ведьм, магов и волшебников. Тех, кто так себя называет, в нашей стране, по неофициальным данным, порядка 800 тысяч. Больше, чем квалифицированных врачей. И их методы далеки от медицинских. Одеваем пакет. И дышим в пакет. Звездный тетрайдер, октайдер, додекаэдер, эвклидовое пространство, скалярная кривизна. Набор терминов из астрономии и геометрии на многих действует магически. Люди иногда отдают последнее ради мифической надежды. Бабушке, которую вы обманули, 75 лет. Вы забрали деньги у неё. Так эта бабушка сама пришла, сама вынесла. Эта псевдоцелительница, снимая порчу, выкрала у пенсионерки 150 тысяч рублей. Для бабушки огромные деньги. Для аферистки, можно сказать, копейки. Татьяна Нижальская сама не заметила, как во время сеанса подписала дарственную на свою квартиру. И карма не открылась. И жилья теперь нет. У Татьяны Нижальской вы забрали квартиру. Я не забирала квартиру. В июле 2017-го Московский суд отправил за решётку целый магический отряд из 12 человек. Мошенники получили от 13 до 16 лет колонии. Ущерб от их деятельности оценили в более чем 70 миллионов рублей. Своих клиентов, а их набралось за 150, они лечили в основном по телефону. Бывает и так, что не дождавшись решения суда, обманутые клиенты решают наказать магов самостоятельно. Не так давно в Иркутской области мужчина сжёг машину колдуну, который сказал ему неправду о пропавшем друге. Я его решил наказать, что он людей обманывает не только. По сравнению с этим, обзывательство порно-ведьмой – это ещё цветочки. Но оставлять шантажистов безнаказанными Елена Ерлинг всё равно не собирается. Вы на них порчу будете? Буду. Обязательно буду. Я обязательно за это отомщу. Но больше, чем магические силы, гадалка, похоже, верит в полицию. Там на картах не гадают, а проводят оперативно-розыскные мероприятия. Заявление у Елены в дежурной части приняли, а значит, скоро начнётся работа по поиску вымогателей. Фёдор Червяков, Олег Иванов, Пётр Белиникин. Вести. Дежурная часть.